Добрый вечер в Украине, 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Ни масок, ни шоу. О чем договорились главы ГПУ и НАБУ? Проект распила. Черниговская прокуратура расследует хищение бюджетных миллионов, выделенных на пограничную стену. Лондонский счет. Во сколько раз стоимость обучения дочери бриллиантового прокурора превысила его доходы? Платить или не платить в моратории на повышение тарифов ввели и в Черновцах. Результатом недельного противостояния Генпрокуратуры и Антикоррупционного бюро сегодня стал совместный брифинг глав этих ведомств. Луценко и Средник рассказали и о непростых взаимоотношениях, и о делах, над которыми сейчас работают, и даже Януковича вспомнили. Как развивался конфликт и действительно ли он исчерпан, расскажет Анна Каменева. В пятницу в Генпрокуратуре заявляют, что спецназ НАБУ избил их троих сотрудников после того, как те обнаружили слежку за ними и за департаментом из конспиративной квартиры. Оказалось, следило Антикоррупционное бюро. В субботу в интернете появляется видео той самой уличной драки работников двух структур. В НАБУ это называют внештатной рабочей ситуацией. Слежка законна, есть санкция суда. В ГПУ это называют местью за обыски, проведенные ранее прокуратурой в помещении бюро. В понедельник глава НАБУ созывает брифинг, рассказывает, прокуроры в тот день незаконно задержали на квартире его двоих сотрудников. Удерживали в застенках ГПУ 11 часов, допрашивали и даже пытали. Бюро публикует запись допроса уже освобожденных коллег. ГПУ и НАБУ открывают уголовные дела друг против друга. Вторник. Видеоответка. В сети появляется ролик, где жертвы конфликта именно сотрудники ГПУ. Все это время на высшем уровне тишина. Генпрокурор в командировке возвращается во вторник. На среду назначена встреча с главой НАБУ. Только поздно вечером подтверждают, встреча состоялась. И вот сегодня совместный брифинг. Все дела, возбужденные и ГПУ, и антикоррупционным бюро друг против друга, передают на расследование СБУ. Мы не боимся этого расследования. Мы, наоборот, будем максимально сприятны этому расследованию. Мы готовы следствию показать те ухвали, те документы, которые будут свидетельствовать, что это все проводилось законно. Подеи, которые произошли между работниками двоих проохранных городов, они непрепустимы. И мы сделаем все, чтобы дальше подобное не повторилось. Луценко признает давление его подчиненных на сотрудников НАБУ, возможно, и было. Как можно? Один, один, два. Два с половиной листки допыта вести четыре часа. Потому что я и ввел допыта, и давал показы. Я знаю, что это такое. Это означает, как минимум, психологический тиск. Пусть следствия установят. Отстранять ли Дмитрия Суса, замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который и стал одним из фигурантов конфликта, тоже должно решить следствие. Глава НАБУ настаивает, его ведомство расследует дело о коррупции в департаменте ГПУ и законно следила за всеми его членами, не только за СУСом. Но тут вдруг начинается словесная перепалка. Немае ангелев с НАБУ и дияволів с ГПУ. Пропрошу, я вам открою страшную тайну. Это в руководстве ГПУ трое из пяти заступников никогда там не працювали. А в руководстве НАБУ все колишні прокуроры, щонайменше с пятиречным стажем. В руководстве НАБУ працює прокурорский колишній працівник. Это директор. Я про цей факт, он загальновидомый, не потрібно на ньому намагаться маніпулювати... Вы сказали, в руководстве НАБУ. В руководстве НАБУ складывается из четырех осей. Пропрошу, я имею в виду НАБУ. Ну, например, та людина, яка командовала спецназом, 13 років працювала прокурором. ГПУ. Я думаю, что на пресс-конференции выставки делать мы не будем. Мы договорились про то, что все проведения передаются в СБУ. В итоге главы ведомств все же пожали друг другу руки. ГПУ. С НАБУ, как и с всеми іншими органами, есть партнеры в протистоянии злочинности и коррупции, под какими бы масками она не ховалась. Говорили не только о конфликте ведомств. Глава Бюру Сытник также прокомментировал и появление в сети списков сотрудников оперативно-технического управления НАБУ с их личными данными, телефонами и адресами. А вот Луценко рассказал детали дела о незаконной вырубке леса на украинско-словацкой границе. По его словам, в прошлом году кто-то незаконно разрешил пятерым словакам пилить и вывозить из Украины деревья. И это значится в служебном журнале, который был изъят при обысках в помещениях госпогранслужбы. Убытки государства 800 тысяч долларов. Сказал Луценко и пару ласковых в сторону Януковича, который накануне потребовал провести очную ставку с высшим руководством страны. Луценко сообщил и о сегодняшнем улове. Следователи вручили экс-министру юстиции Александру Лаввиновичу подозрения в служебном подлоге и хищении госсредств. А в Панаме задержали Владислава Кальского, бывшего главу госагентства по вопросам привлечения инвестиций. Его подозревают в растрате 2 миллиардов гривен. Еще генпрокурор пообещал сенсацию. Вскоре собирается рассказать, что именно нашли во время обыска в рамках расследования дела о Беловайской трагедии в квартирах Павла Лебедева, министра обороны времен Януковича. Анна Каменева, Вячеслав Фролов, Владимир Савченко. Подробности телеканал Интер. После этой пресс-конференции Луценко и Сыпник отправились объясняться с послами иностранных государств и общественными деятелями. Генпрокурор в очередной раз подчеркнул, что не собирается покрывать ни одного нарушителя закона, где бы тот ни работал, и заверил, что в будущем и ГПУ, и НАБУ должны быть союзниками в борьбе против коррупции. Глава еще одного антикоррупционного ведомства Наталья Корчак сообщила сегодня о том, что скандальную систему электронного декларирования перезапустят уже с 1 сентября. Об этом руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции рассказала на совместном заседании профильного парламентского комитета и комитета информатизации и связи. До конца лета устранят все недочеты системы, которые якобы обнаружила госпецсвязь накануне запуска, 15 августа, из-за чего, собственно, и не выдала сертификат. Она же будет проводить работу над ошибками за бюджетные деньги. Я напомню, что разработчик электронного декларирования, это фирма «Миранда», настаивает на том, что продукт качественный и учитывает все замечания госпецсвязи. И довольно оптимистическое заявление относительно Украины сделал Джеффри Пайетт. Курс валют стабилен, резервов достаточно, поэтому страна может обойтись без третьего транша МВФ. Об этом в интервью издания Ukrainian Business Journal заявил американский посол в Украине. При этом дипломат отметил, цитирую, МВФ, решение о задержке транша принимал с осторожностью, чтобы не подорвать уверенность в Украине. Неевропейское дно европейского вала. В прокуратуре Черниговской области заинтересовались схемы расходования бюджетных денег, выделенных на строительство оборонительной стены. Ее возведение, напомню, инициировало предыдущее правительство. Так сколько же миллионов зарыли в землю в этой области, разбирался Ярослав Кречко. Госпредприятие авансом платит подрядчику за работу и не получает ни так называемой стены, ни денег обратно. По такой схеме строили европейский вал на границе с Россией в Черниговской области. Прокуратура заявляет о хищении почти двух миллионов гривен, но участников схемы пока не называют и комментировать дело отказываются. Это один конкретный эпизод по одной фирме, которая там строила какой-то участок этой стены. Здесь коррупционную составляющую надо начинать искать в кабинете министра в Украине. Оттуда. Это был масштабный государственный проект. Уже есть прогресс. С кусачками в руках в октябре 2014-го премьер Яценюк лично проверял свое детище. Спустя почти два года из более чем двух тысяч километров границы с Россией такой забор оборудован на участке в 74 километра. Есть еще несколько сот километров противотанковых рвов и объездных дорог. В прошлом году на европейский вал потратили 400 миллионов гривен. Сейчас добавляют в погранслужбе работы практически не ведутся. Из заложенных 200 миллионов гривен из госбюджета в этом году выделили лишь 74. Несмотря на задержки в строительстве, уголовные дела и резкую критику необходимости стены как таковой, отказываться от проекта в погранслужбе не планируют. Помилково вважать этот комплекс споруд фортификационными спорудами, которые позволят стримать войсковую навалу. Мы говорим про ту систему интеллектуального кордона, которая нам позволит в первую очередь мониторить кордон по всей его протяженности, то есть знать, что происходит в режиме онлайн. Как они называли эту стену оборонной, сейчас они ее называют различными другими терминами. Я просто убежден, что кроме как цели отмыть какие-то деньги заработать, никаких других целей преследоваться не могло и не было. Проект был рассчитан на три года и на сумму в 4 миллиарда гривен. Но уже сейчас понятно, говорят в погранслужбе, к запланированному 2018-му европейский вал построен не будет. И не утихает еще один скандал вокруг одесского припортового. Столичный Соломинский райсуд отстранил Сергея Перелома от должности главы наблюдательного совета ОПЗ до 14 сентября. Ходатайство по делу о растрате денежных средств в госпредприятие подало НАБУ. В специальной антикоррупционной прокуратуре сразу заявили, что решение суда правильное. Так подозреваемый не сможет давить на свидетелей и препятствовать следствию. Однако сам Сергей Перелома и его адвокаты рассказывают, что ажиотаж вокруг отстранения его от должности председателя наблюдательного совета их очень удивляет. Говорят, это нормальная процессуальная практика. Защита с самого начала так называемого дела ОПЗ такое решение служителей Фемиды поддерживает и настаивает на скорейшей передаче дела в суд для рассмотрения его по существу. Я не понимаю, почему сегодня САП так разрекламировала принятое вчера судебное решение. Ни защита, ни перелома не возражали против отстранения перелома от исполнения обязанностей главы наблюдательного совета Одесского припортового завода. Мы уверены в своей правовой позиции относительно того, что это дело не имеет под собой никаких доказательств и не имеет под собой никаких юридических оснований. И сегодня там же в Соломинском суде решали оставить ли переломе другую его должность заместителя главы правления Накнафтагаз Украины. На этот раз судьи постановили в ходатайстве об отстранении отказать. Напомню, сейчас перелома под домашним арестом. 14 июля он и его первый зам Николай Щуриков были задержаны по обвинению на БО в растрате 205 миллионов гривен ОПЗ. Три дня спустя переломе Щурикову присудили 60 суток под стражей или 80 миллионов гривен залога каждому. Однако уже 1 августа столичный апелляционный суд изменил меру пресечения на домашний арест до 9 сентября. Золотая дочь бриллиантового отца. В очередном скандале засветился бывший зампрокурора Киевской области Александр Корнеец. Я напомню, это один из так называемых бриллиантовых прокуроров. На этот раз в 2014 году он потратил на обучение дочери за рубежом сумму, которая в несколько раз превышает доходы его семьи за этот период. Кто раскопал прокурорскую тайну, дебет с кредитом сводила Елена Митясова. Экзампрокурора Киевской области Александр Корнеец стал не только владельцем 35 пакетов с бриллиантами, но еще оплатил дорогостоящие обучения дочери в Великобритании. В распоряжении одного из интернет-изданий попали материалы расследования британского уголовного агентства. Из документов следует. В 2014-м бриллиантовый прокурор потратил на обучение старшей дочери в Англии 120 тысяч фунтов. На то время это 2,5 миллиона гривен. При этом одной учебной программой не ограничились. Уроки тенниса для дочери обошлись семье Корнеецка. При пересчете с фунтов 16 тысяч гривен, увлечения драматическим искусством 4 тысячи гривен, танцами 8, плюс до предсутствия на балу 3,5. Итого почти 32 тысячи гривен сверху. При всем том, что Корнеец, как сообщается, в тот год задекларировал 200 тысяч гривен официального дохода. Заработок супруги составил 67 тысяч гривен. Мы пытались выяснить у Корнеца, как получаются такие несоразмерные доходом траты, но, увы, на телефонные звонки он сегодня не отвечает, мы связались с его адвокатом, он эту тему не комментирует. Напомню, Корнеца и замначальника главного следственного управления генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали в июле прошлого года в здании прокуратуры. Их подозревают в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. При обыске дома у Корнеца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, после чего обоих прокуроров уволили из органов. Их дела сейчас рассматриваются в суде. Елена Митясова, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Платить или не платить? В Черновцах депутаты установили мораторий на повышение коммунальных тарифов. Законно ли это решение? И чем может завершиться такая, на первый взгляд, безобидная инициатива? В сюжете Ольги Поломарюк. 83 гривни я платила за тепломережу. Это в том году было. Полтысячи гривен за свет, газ и воду сумма для пенсионерки Елены Иосифовны неподъемная, экономит как может. Стараюсь меньше палить, меньше телевизор смотреться. В субботу покопалась, и все. Потом только я горячую воду и не имею посуду. Не знаю, как нам выжить. Как выжить придумали в горсовете. Вели мораторий на повышение коммунальных тарифов. Правда, за проголосовали лишь с третьей попытки. Теперь до конца года в Черновцах запрещается поднимать цены на газ, электричество, водоснабжение. Не должен подорожать также проезд в общественном транспорте и ритуальные услуги. У нас не могут быть европейские тарифы, цены на тарифы на житлово-коммунальные послы, в тот момент, когда у нас зарплаты и пенсии на уровне африканских стран. Для большинства людей это абсолютная катастрофа, и это фактически тарифный террор. Согласно новому решению, разницу в тарифах должен будет покрывать местный бюджет. Но это миллионы гривен, говорит мэр, которых в бюджете нет. И заявляет, в первую очередь пострадают и без того неприбыльные коммунальные предприятия. По предварительным посчетам убытки одного лишь водоканала составят 15 миллионов гривен. Коммунальный мораторий уже назвали абсурдом и популизмом, а юристы за голову берутся от таких нововведений. Ведь даже если и найдутся деньги для коммунальных предприятий на тарифы Облэнерго и Черновцыгаз, местные депутаты повлиять не могут. С одной стороны, установлен мораторий, а каким образом оно будет обеспечиваться его выполнение, механизм в данном решении не прописано. Это будут проблемы. Помимо проблем юридических, будут и социальные, уверены эксперты. Люди запутаются в тарифах, а предприятия будут массово подавать судебные иски. Единственный выход, говорят, оформлять субсидии. И подобные вопросы решать на государственном уровне. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Помимо черновцов, напомню, за мораторий на повышенные тарифы ранее голосовали депутаты в Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Днепре, Львове, Житомире и Северодонецке. О том, что местные власти могут компенсировать разницу в тарифах из городских или областных бюджетов, еще в середине июля заявлял премьер. Второй вариант, по мнению Владимира Гройсмана, утеплять дома, модернизировать котельные и таким образом через пару лет снизить потребление энергии. Что же касается решений местных советов, то они никакой силы не имеют, заявил премьер. Президент Украины не исключает введение военного положения в стране. Все будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий на Донбассе и в Крыму. Об этом Петр Порошенко заявил сегодня во Львовской области. Какие еще заявления сделал глава государства, узнаем от Галины Якушко. Первый пункт визита президента – строительная площадка завода по производству кабелей. Петру Порошенко презентует макет будущего предприятия. Рассказывает, это будет крупнейший завод французского концерна «Нексенс», который обеспечит работать 2500 человек. Глава государства закладывает символическую капсулу и призывает инвесторов именно сейчас вкладывать деньги в Украину. Далее президент едет инспектировать ремонт дороги Брода-Радехов. Порошенко сообщил, что в этом году в реконструкцию транспортных магистралей области пойдет около миллиарда гривен. Часть денег – поступление от таможни. Глава Украине! О не менее важных вещах Петр Порошенко говорит и воинской части в Бродах. Сегодня ночью на Донбассе было рекордное количество обстрелов украинских военных. Почти сотня. Причем, если раньше боевики использовали стрелковое оружие и минометы, то теперь в основном крупнокалиберную артиллерию. Мало того, огонь ведется по командным пунктам и складам, расположенным значительно дальше линии разграничения. Президент расценивает это как провокацию. Сейчас враг своих спроб взорвать Минский процесс, сейчас, деля абсолютно безответственные заявки про выход из нормандского формата переговорного, сейчас резко увеличивает интенсивность обстрелов позиций наших войск на сходе державы. В связи с такой серьезной эскалацией президент не исключает даже полномасштабного российского вторжения. Поэтому готов призвать на службу новых военных. Когда именно ожидать новую волну мобилизации, не уточняет. Загострение ситуации на сходе и в Крыму, не выключая возможности в случае продолжения эскалации, вымешены будем ввести военный стан и оголосить мобилизацию. Что же касается минских договоренностей и нормандского формата, то Петр Порошенко назвал позиции Украины принципиальной и уверен. Нужно сделать все, чтобы вернуть агрессора за стол переговоров и заставить выполнять взятые на себя обязательства в минском процессе. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал Интер-Львовская область. Подозреваемых в организации так называемых диверсий в Крыму будут судить на территории полуострова. Об этом сообщает Интерфак со ссылкой на собственные источники в российских правоохранительных органах. По данным агентства, задержанные находятся в одном из крымских СИЗО. Все следственные действия и судебный процесс будут проходить на полуострове. Напомню, 10 августа ФСБ России заявило, что украинская разведка готовила теракты в Крыму. Якобы в ночь на 7 и на 8 августа российские спецслужбы предотвратили несколько попыток прорыва на полуостров диверсионных групп. Сейчас известно о 9 задержанных. Еще 10 проходят по этому делу как свидетели. В Запорожской области военный вертолет приземлился прямо на трассу, изрядно при этом напугав водителей и торговцев фруктами. Инцидент, который произошел недалеко от Новониколаевки, сняли на камеру мобильного телефона очевидцы. Шокированные таким зрелищем люди в панике разбежались. Вертолет же, едва коснувшись земли, снова взлетел. Как выяснилось, это были учения украинских воздушных сил. Навыки посадки в различных условиях на самолетах и вертолетах военные пилоты отработали также в районе курортов Бердянска и Кирилловки. Трое украинских военных погибли, шестеро ранены. Ситуация на фронте существенно обострилась. Об этом говорят и в штабе АТО, и бойцы на передовой. Боевики не только ночью, но и днем атакуют наши позиции из крупнокалиберных орудий. Причем активность наемников фиксируют по всей линии соприкосновения. Все подробности об обороне на Мариупольском направлении узнаем от Станислава Кухарчука. Наша колонна в сопровождении военных мчится на позиции возле села Старогнатовка. Полевая дорога, прямой видимости противника. Останавливаемся только для того, чтобы сориентироваться в ситуации. По рации передали тревожные новости. А что, наиды? Снайпер работает. Т. Вражеским снайперам наших бойцов на этой позиции не удивишь. Но Александр нас все же ведет в окоп. Здесь безопаснее. Саша воюет еще с весны 2014 года. После демобилизации подписал контракт. В его подразделении почти все такие. Говорит, сейчас война уже не та. Те, что было 2014-е годы, и зараз поревнять, нема поревняння. Чинность в огню, интенсивность, все, меняние тактики, маскувание с их боку, все это поменялось. Сейчас шахтеров там нема. Это однозначно. Наемники все чаще стали менять тактику. Сейчас вражеские ДРД атакуют даже днем. Так было и накануне. Противник подошел к украинским позициям на невероятно близкое расстояние. Менее 40 метров. Через зеленку и поле. Двумя группами. Украинские бойцы уверены. Боевики готовят что-то масштабное. Днем 10 они так назывались. Перед тем, было так трошки за тысяча. А то уже начали трошки лазать. Об угрозе говорят и в штабе. Наемники усилили разведку. Их артиллерия ежедневно обстреливает украинские тыловые резервы. А вблизи линии фронта боевики накапливают тяжелую технику и живую силу. Но работать на упреждение наши военные не могут. Соблюдают минские соглашения. Если враг лезет уже на нашей территории и лезет еще дальше, мы должны адекватнее отвечать на их действия, на их действия. Потому что мы на своей земле и мы имеем полное право засосовывать оружие. Пока же украинская армия не намерена подтягивать к передней линии свою тяжелую артиллерию. Наши надеются, что у кураторов боевиков хватит здравого смысла не начинать полномасштабные боевые действия. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Игорь Щепет, Донецкая область. Подробности телеканал Интер. Срок ареста Азовца Станислава Краснова на днях истекает. Сегодня суд решал продлевать ли ему меру пресечения. Что постановили судьи с подробностями этого заседания Павлина Василенко. Суд по продлению меры пресечения Станиславу Краснову сегодня прошел на удивление спокойно. Содержание под стражей для Азовца истекает 22 августа. Прокурор просит продлить срок еще на два месяца. Защита против, а сам Краснов уверяет, бежать ему некуда. В Европу выехать не может, а в России его тоже считают террористом. В его доме в Крыму проведены обыски. Два часа в совещательной комнате и судья приняла решение оставить Краснова под стражей еще на месяц и провести еще один судебно-медицинский осмотр. Продолжено строк тримания под вартою до одного месяца, а не до двух, как просила прокуратура. Фактично, есть маленькая перемога. Когда Краснова была выбрана мера запобежного захода в виде домашнего ареста, он подозрился за статей 233 незаконное поводжение за зброю и боевыми припасами. После предъявления ему дополнительной подозрения о террористическом акте и подозрении в Державной Зраде, эти статьи не предотвращают другого запобежного захода, кроме как держать под вартою. Но кроме озвученных подозрений, есть еще одно – покушение на убийство. Его Краснова уже предъявили 5 августа, но сделано это было в нарушении процедуры без присутствия адвокатов. Прокуратура считает подозру, которая была остаточной предъявлена, обрунтованной, добывая сильные доказы для того, чтобы направить виновные акты до суда. Просто будет усунен недолик в виде, как я выяснил, данная подозра, та же самая подозра, будет просто вручена в присутствии защитников подозрения Краснова. Напомню, руководителя гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова СБУ задержала зимой вместе с его девушкой Оксаной Шелест возле села Счастливая Киевской области. Как утверждают в СБУ, его взяли сразу же после закладки тайника. Краснов пытался бежать, правоохранителям удалось его задержать. В схроне же обнаружили целый арсенал взрывчатых веществ. Тогда Краснову выдвинули подозрения в незаконном обращении с оружием. Позже были озвучены новые подозрения. В госизмене, якобы он передавал списки полка «Азов» российским спецслужбам и в подготовке терактов на территории Украины. Павлина Василенко, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер». Военная прокуратура арестовала замкомандира одной из артиллерийских бригад ВСУ в Киевской области. Об этом сообщает прислужба ГПУ. Имя задержанного не разглашается. Его подозревают в заключении фиктивных договоров на закупку товаров для воинской части. Ущерб оценивают в 300 тысяч гривен. Сейчас офицер находится под стражей с правом выхода под залог в 293 тысячи гривен. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Последняя гастроль в Харькове задержали террориста ИГИЛ. Теракты в Турции. Сразу три взрыва за минувшие сутки. Кто взял на себя ответственность? Золото и олимпийский рекорд. Украинец Юрий Чибан стал чемпионом погребли на Каное. Военная прокуратура завершила расследование убийства адвоката российских ГРУшников Юрия Грабовского. Об этом сообщают адвокаты сестры убитого. Теперь материалы дела передадут в суд. В этом деле двое подозреваемых. Они арестованы. Прокуратура считает, что они убили Грабовского с целью ограбления. Напомню, адвокат пропал 5 марта. Через 20 дней в военной прокуратуре сообщили о том, что Грабовский убит. Судья на веселье в Мукачеве патрульные остановили автомобиль BMW X5, водитель которого во время маневра не включил сигнал поворота. Но проверяя документы, они услышали характерный запах и предложили мужчине пройти тест. Содержание алкоголя в его крови превышало норму в 11 раз. Оказалось, что за рулем судья Ужгородского городского районного суда Михаил Ратмистренко. Как этот инцидент повлияет на его работу, пока непонятно. Но вот штраф по новым нормам служителю Фемиды все же, наверное, придется заплатить. На него склали административные материалы за статтею 130 Кодекса Украины про административные правопорушения, которая предпочитает штраф за новым законодательством в виде 10 тысяч 200 гривен. Параллельно с этим, избавление права керования транспортными средствами термином на год. Два месяца ареста или залог 580 тысяч гривен. Такую меру пресечения избрал суд председателю Зарянского поселкового совета в Ривненской области. Напомню, Михаила Олейника задержали позавчера прямо у облгосадминистрации. Сразу три службы – СБУ, прокуратура и полиция – подозревают его в получении взятки. По их данным, он требовал 520 тысяч гривен за содействие в получении полутора гектаров земли. Скандальные стройки в столице. Тысячи обманутых вкладчиков компании «Элита Центра». А вот теперь новое, еще более скандальное дело в Ицеховском. Почему киевляне становятся жертвами нечестных застройщиков? И как уберечься от мошенников при покупке квартиры в новострое? Разбирались наши корреспонденты. Очередная жилищная афера в столице. 40 незаконных строек и 10 тысяч пострадавших инвесторов. Киевляне уже не первый раз становятся жертвами нечестных строителей. Однако, по словам экспертов, часто руки мошенникам развязывают сами доверчивые клиенты, не проверяя, кому отдают деньги. Две складовые, на которые нужно обратить внимание. Это декларация на начале строительных работ. И это належным образом оформлена земельная отделка. В договоре должны быть належным образом прописаны условия про параметры квартиры, условия про площадь квартиры, которая купается. И обязательно должны быть штрафные санкции за несвоенный час на ведение в эксплуатацию дома. Вот объекты, которые имеют все документы на строительство, они отмечены зеленым цветом. Вот стройки, которые имеют проблемы какие-то. Проверить перечень документов на строительство, даже получить их копии и узнать, законно ли стройка, можно через специальный сайт Киевской мэрии. Сюда попадает информация о каждом застройщике. Как только он получает землю под строительство, он тут же попадает сюда. Если выявляются какие-то нарушения, то мы привлекаем налоговую инспекцию, привлекаем полицию и привлекаем прокуратуру города Киева. Благодаря работе сайта нарушения удалось выявить на более чем пяти сотнях строек в столице, говорит Анна Бондарь. Проверять все документы советуют и опытные застройщики. Первоочередные два документа, которые на сегодняшний день должны присутствовать, когда человек покупает квартиру, это прежде всего договор аренды земли с целевым назначением на строительство жилья и дозволом начала работы. Компании, которые работают в столице уже не один год и сдавшие сотни объектов, даже предлагают специальные программы клиентам, которые хотят перестраховаться. Человек вкладывает деньги в квадратные метры. До окончания строительства, если он не хочет получить свою квартиру, он может забрать деньги в любой момент с учетом ставки нацбанка. То есть мы выплачиваем деньги в обратную сторону и начисляем на эти деньги проценты. То есть своего рода получается депозитное инвестирование, но только подкрепленные гарантии квадратных метров Киеву строят. Но главное посмотреть, что уже построил застройщик и читать условия договора. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Беспилотники, видеокамеры и радиостанции. Все это в багажнике своего автомобиля пытался ввести в Украину из России 39-летний житель Донецкой области. Пограничники задержали его на пункте пропуска Плетеневка. Водитель пояснил, что занимается авиамоделированием. Но проверка аппаратуры показала, что на флеш-носителях видео с линией разграничения, а беспилотники оборудованы креплениями для средств слежения. Отрываются проверочные заходы и должны установить причастность или непричастность соответственно данной особой в связи с принадлением информации незаконно-изброинформированием. И там же в Харькове, на одном из вокзалов, пограничники задержали гражданина Таджикистана, которого подозревают в причастности к террористической группировке ИГИЛ. По данным правоохранителей, 39-летний мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола. Сейчас его допрашивают сотрудники СБУ, после чего отправят на родину. Он в листопаде 2013 года вылетел до России на Российской Федерации на заработки. После чего в сечне 2016 года он отправился из России через Туреччину до Сирии, где там активно действовал в складе международной террористической организации «Исламская держава». Был беспосредний участь, научился, соответственно. 12 погибших в Турции за минувшие сутки прогремели сразу три взрыва. Накануне вечером в провинции Ван, недалеко от границы с Ираном, бомба взорвалась у полицейского участка. Второй участок атаковали на востоке страны. На воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина. И самый масштабный теракт тоже на востоке. Это самодельная мина, которая сдетонировала подвоенным автомобилем. Погибли пять армейцев и один гражданский. Количество раненых во всех атаках около 200 человек. Ответственность за это взяли на себя курские боевики. Беженцы – это не только головная боль, но и возможность поиграть на чувствах избирателей. В Бельгии специалисты и социалисты хотят разрешить иностранцам голосовать. Право и против, но у них есть свои, не менее интересные предложения. О том, как тема миграции становится отличным полем для политических спекуляций. София Гордиенко. С тех пор, как в Бельгии к власти пришли фламандские националисты и главные оппозиционеры, социалисты, пытаются перед выборами набрать себе очки. Различия между политсилами огромные. Первые на иностранцев смотрят косо и не скрывают этого. Для вторых же мигранты и безработные – это лучший электорат. Вот левые хотят протолкнуть закон, разрешающий иностранцам голосовать. Но хотя бы на местных выборах. 38-летний госсекретарь по вопросам миграции Тео Франкен по этому поводу пошутил. Мол, для социалистов на первом месте иностранцы, а только потом бельгийцы. Однако даже провластный новофламандский альянс тоже решил в летний сезон проявить инициативу. По примеру, Франции запретить на бельгийских пляжах Буркини. Надо сказать, что идея странная. Северное море – это не лазурный берег, и даже в августе здесь ветра такие, что тепло одеваются практически все, независимо от вероисповедания. А вот более серьезная инициатива, которая может стать сюрпризом для мусульман – это запрет на те самые Буркини повсеместно во Фландрии, где до сегодняшнего дня эти купальные костюмы в бассейнах были разрешены. Пока правые и левые политики сражаются за избирателя, европейские ценности у бельгийских военных, которым после теракта приходится патрулировать вокзалы, станции, метро и больницы, не все в порядке на личном фронте. Работая на износ, без выходных, командование жалуется, люди устают, участились разводы. Из 1800 военных с января 2015-го холостыми стали 60. При гарнизонах организовали центры социальной помощи, так как снижать уровень террористической угрозы, власти пока не намерены. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности – телеканал «Интер», Бельгия, Брюссель. Необычный план по предотвращению терактов предлагает израильское руководство. Не только наказывать террористов и пособников, но и поощрять тех, кто воздерживается от участия в подобной деятельности. Все подробности этой идеи узнаем от Сергея Ауслендера. План «Кнута и пряника» – так уже называют программу по борьбе с террором, которую предложил министр обороны Израиля, выходец из СССР Авикдор Либерман. В соответствии с этим планом арабские населенные пункты на западном берегу будут разделены на зеленые и красные. Зеленые – это жители которых не принимают участие в терроре, красные – соответственно деревни, откуда приходят террористы. Зеленых будут поощрять, строить им больше разных объектов, детских площадок, стадионов, улучшать коммуникации и дороги, давать больше разрешений на работу. К красным отношение, соответственно, будет сильно жестче. Армия получит право проводить там обыски, облавы, ограничивать передвижение жителей, но главное – им будут давать меньше разрешений на работу. А вот это очень чувствительная для арабов тема. Известно, что каждый работающий палестинец содержит минимум 5 иждивенцев, а чаще всего даже больше. Впрочем, многие эксперты говорят о том, что идея – это, конечно, хорошая, но вот как ее будут реализовать – это, конечно, большой вопрос. Иначе все это может превратиться в попытку откупиться от террористов бюджетными деньгами. Реально могло бы выглядеть, это если бы финансирование всех структур палестинских арабов в Иудее и Шамроне осуществлялось бы через их шейхов на основе хамольной системы. При условии, что они берут на себя ответственность за соблюдение правопорядка в их общинах, племенах, деревнях. Вся эта идея основана на выводах спецслужб, от них репрессивных мер недостаточно. В борьбе с террором в какой-то момент они просто перестают работать, вызывают лишь озлобление. Кроме того, у арабов очень сильно развиты племенные или клановые отношения. Разработчики плана очень надеются, что главы кланов смогут повлиять на молодежь, которая составляет основную массу террористов. Когда начинают относиться к арабскому сообществу не с этой точки зрения, то получается то, что получилось в Сирии, то, что получилось в Ираке. Может, мало кто знает, но Игл, Даш, они построили какое-то свое государство, псевдокосударство. В любом случае государственное образование существует. Они построили именно на том, что они соотносятся с племенами, с шейхами. Они не строят центральное государство. И в этом их сила, кстати. То же самое здесь. Это не коллективное наказание. Кроме этого, Либерман предложил концепцию прямого диалога. То есть вести переговоры не с администрацией палестинской автономии, которая, по его мнению, лишь поощряет террора с представителями лояльной палестинской элиты, бизнесменами и политиками. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Званный ужин с привкусом Брекзита. В Берлине сегодня встречаются Ангела Меркель и Дональд Туск. Президента Европейского совета канцлер принимает в замке Мезенберг. Где за трапезой они поговорят о предстоящем неформальном саммите ЕС. 16 сентября в Братиславе соберутся лидеры стран-членов без Великобритании. А на следующей неделе главы Германии, Франции и Италии также приглашают Тусков поговорить о выходе Великобритании из состава Союза. Брекзит брекзитом, а отпуск по расписанию. Новый премьер Великобритании отдыхает в швейцарских Альпах, а правительство страны тем временем пытается понять, как уйти из ЕС без негативных последствий, что же мешает отделиться и насколько затянется процесс Брекзита, расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Еще как минимум три года Великобритания будет оставаться членом Евросоюза. Об этом чиновники правительства Ее Величества тайно предупредили ключевых фигур финансового рынка Лондона. Конечно же, информация мигом дошла до журналистов. Однако новый срок никого не удивил. Уже сейчас понятно, правительство не успевает подготовиться к переговорам с Европой. Процессом отделения должны заниматься два новосозданных ведомства. Министерство международной торговли и непосредственно Брекзита. Так вот и в том, и в другом проблемы со специалистами. Во время летних каникул удалось найти всего 100 экспертов в области торговой политики, а необходимо тысячу. Министерства создаются на Лиане. Хватает не только кадров, но и понимания, за что хвататься в первую очередь. Подозреваю, что будет много разочарований для сторонников Брекзита. Во-первых, выход из ЕС займет гораздо больше времени, чем ожидалось. К тому же, процесс выхода будет очень затратным для Великобритании. Новый премьер страны не спешит вмешиваться в процесс. Тереза Мэй в официальном отпуске покоряет с мужем вершины швейцарских Альп. Многие уже успели отметить тот факт, что отдыхает премьер в духе Брекзита за пределами Евросоюза. Швейцария не является членом ЕС. Но искать символизм в выборе места отдыха Мэй не имеет смысла. В этой стране она проводит отпуск уже лет 30. Очередная поездка была спланирована задолго до референдума и назначение на пост премьер-министра. И даже это историческое событие не заставило ее отказаться от отдыха. Но припомнят ли ей такой побег из страны во время кризиса? Еще увидим. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Каким президентом будет Хиллари Клинтон, если победит, конечно. В ходе избирательной гонки она сама озвучила главные задачи своего будущего руководства, дав довольно много обещаний. Их слышал мой коллега Дмитрий Анопченко. Раз Дональд Трамп в своей недавней программной речи пообещал, к примеру, приостановить выдачу виз в так называемых проблемных странах и наладить сотрудничество с Россией, то и к обещаниям Хиллари Клинтон теперь особое внимание. Главное из них она и озвучила, будучи в Огайо. Приоритета три. Реформа экономики, обеспечение безопасности и объединение страны. Экономика при Клинтон будет работать на всех, а не только на сливки общества. Мол, закроет все налоговые лазейки и обложит богатых дополнительными налогами, чтобы пустить эти деньги в образование и инфраструктуру. Клинтон обещает обезопасить США от террористов, откуда бы они ни были, и склеить страну, которую эта компания порядком разделила. Клинтон в этой речи намеренно ушла от внешней политики, поэтому слово «Украина» не звучало. Однако, напомню, все происходит в Огайо. Именно там украинская диаспора одна из самых больших в Соединенных Штатах, поэтому организаторы этой встречи, местные лидеры демократов, поясняли собравшимся, мол, лишний раз повторять ничего не нужно, ничего не изменилось, позиция уже озвучена и поддержка будет. Ну, а говоря о болезненных для Америки темах, Клинтон упомянула оружие. И дала четкий ответ. Она не выступает за отмену права на владение им и не поддерживает, какие бы то ни было программы, которые заставляли бы людей отказаться от его ношения. Но сделает все, чтобы бессмысленных массовых расстрелов больше не было, подразумевая, что ужесточит правила покупки оружия. Этот перечень обещаний многие восприняли и поддержали, в том числе и голливудские звезды, которые традиционно на стороне демократов, а не республиканцев, а значит, на стороне Клинтона, а не Трампа. Так, Леонардо Ди Каприо подтвердил, что в конце августа он пригласит самых известных людей на обед в своем особняке в Лос-Анджелесе, где будут собирать средства в поддержку Клинтон. Мэрил Стрип, которая недавно блестяще спародировала Трампа, пообещала лично переубедить тех коллег-актеров, которые думают за него голосовать. Шутку пригрозив, что откажется выходить с ними на съемочную площадку. А звезда фильма Люди Икс Софи Тернер так и вовсе заявила, если бы в жизни у нее были те же паранормальные способности, что и в фильме, утащила бы Трампа прочь из страны и построила вокруг него стену. Чтобы он не смог сбежать и вернуться обратно. Но несмотря на эту мощную поддержку селебритис, разрыв между кандидатами все-таки небольшой, всего 2%. По последним вопросам общественного мнения, 39% за Трампа и 41% за Клинтон. Так что любое событие может все изменить. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сколько нужно выпить, чтобы остаться в живых после падения с 11 этажа? И сколько нужно съесть, чтобы остаться в кадре на египетском госканале? Об этом и не только в нашем обзоре. Винксьютер по неволе. 43-летний колумбиец Джон Альварадо неудачно облокотился на балкон и выпал из своей квартиры на 11 этаже. Отделался легкими ушибами, поскольку приземлился на навес. Выбраться оттуда ему помогли соседи, прибежавшие на крики о помощи. Счастливчик не скрывает, что перед удачным падением принял изрядную дозу алкоголя. Стал донором после смерти Штефан Хенце, тренер олимпийской сборной Германии по грибному слалому, погибший во время Олимпиады, стал донором органов для 4-х человек. Сердце, печень и две почки были успешно пересажены 4-м бразильцам. Согласие на это дала семья погибшего, приехавшая в Рио после смерти Хенце. 35-летний тренер скончался из-за серьезных травм, полученных в результате ДТП 12 августа. Первый полет гиганта, крупнейший в мире летательный аппарат Airlander 10, сегодня поднялся в воздух Великобритании. Гибрид самолета, вертолета и дирижабля длиной 92 метра, это на 15 метров больше, чем украинский авиагигант легендарная Мрия. Airlander может непрерывно находиться в воздухе до 5 дней с пилотом и до 2 недель при условии дистанционного управления. Способен подниматься с грузом в 10 тонн на высоту 5 километров и развивать скорость до 150 километров в час. Использовать Airlander планируют в основном для грузовых перевозок. Выживший в аду. Интернет взорвало шокирующее видео и фотографии сирийского малыша, спасенного из-под завалов после очередных авиаударов недалеко от Алепа. Пятилетний мальчуган был весь в крови и пыли. Пользователи всего мира сочувствуют ребенку. Эту фотографию репостили уже более 10 тысяч раз. Пышком в кадре не место. Египетский государственный телеканал на месяц отстранил от работы 8 женщин-телеведущих с избыточным весом. Решение принимала руководитель телекомпании и в прошлом ведущая Сафаах Ягази. Одна из отстраненных работниц, Хадижа Хаттаб, обижена. Считает, что выглядит как среднестатистическая египетская женщина, а ее фото и видео, распространенное в интернете, старое. И она уже сбросила несколько лишних килограммов. Второе золото и олимпийский рекорд. Украинец Юрий Чибан стал лучшим в гребле на Каноэ на Олимпиаде в Рио. 200-метровый спринт он преодолел за 39,279 секунды. Лидировал он с самого начала, но в спину дышал Валентин Демьяненко. Он раньше выступал за сборную Украины, однако переехал в Азербайджан и сменил гражданство. Для Чибана это дистанция коронная. На прошлых играх в Лондоне атлет тоже завоевал на ней золото, а до этого в Пекине бронзу. Сейчас же благодаря медали Чибана Украина поднялась в общем зачете на 21 место. Побольше нам таких новостей. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok